Всем привет, меня зовут Алексей Калинин и я очень рад вас видеть у себя на канале и рад вам сказать о том, что я надеюсь, что все-таки еженедельный выпуск новостей, связанных с брендами, он будет выходить еженедельно. Ну то есть, каждую неделю будет выходить вот такой вот новостной выпуск про всеми нами любимые наши бренды. И самая первая и главная новость, о которой мне хочется поделиться, что мы у себя на сайте начали наконец-то выкладывать кейсы и рассказывать про них. То есть, так как мы с командой занимаемся крутым дизайном, крутым маркетингом, начали наконец-то об этом рассказывать. И сегодня в ролике мне интересно показать вам один из кейсов, который мы недавно реализовали, точнее мы его реализовали давно, но о нем не рассказывали, но вы можете по ссылке перейти и посмотреть. Еще я очень долго думал, как снимать, и в итоге я пришел к тому, что такие выпуски, вообще вот выпуски длинные, да, их лучше снимать без очков, потому что в очках вот этот вот блик круглый, он постоянный. И я пока не решил, как избавиться от него, поэтому просто решил тупо снять очки и снимать вот такие длинные ролики без очков. Потому что, ну по-другому яхеза как это убрать. Если вы знаете, как это убрать, кроме того, как убрать нафиг эту кольцевую лампу, напишите в комментариях, как еще можно это решить, как эту проблему вообще решают другие. Я, конечно, могу поставить здесь софтбокс, но все равно в очках будет просто не круглая штука, а квадратная. Как это вообще решается. Самой первой новостью, которую хотелось бы поделиться про наш любимый Telegram, что количество пользователей Telegram Premium превысило 4 миллиона пользователей. Это же крутая новость, что органично число пользователей Telegram Premium превысило 4 миллиона. Это классно, это круто. Я не думаю, что там Telegram впаривал какую-то рекламу. А может быть, если вы видели, то напишите в комментах, видели ли вы в самом Telegram рекламу самого Telegram Premium. Я, мне кажется, еще никогда не видел этого. Сам для себя я еще пока до сих пор не решил, нужно ли мне вот этот вот Telegram Premium. Для чего? Для того, чтобы читать голосовые тексты, которые придумали для того, чтобы не читать текст, я пока еще для себя сам не решил. Выкладывать какие-то Stories в Telegram, ну, тоже такое себе. Есть Insta для этого. Да, не все люди сидят в Инсте, но и в Телеге я что-то не уверен, что люди смотрят Stories. Я просто не знаю, если бы вы выкладывали когда-нибудь Stories, можете сравнить, где больше охвата в Stories или в Инсте, напишите в комментах, тоже очень интересно. А так, я думаю, Telegram очень круто и уверенно развивается. И какие-то, если он новые фишки будет внедрять, меня больше всего интересуют фишки, которые связаны с охватами. Было бы классно, если бы была какая-то новостная лента в Telegram с органическими охватами и рекомендациями. Думаю, это было бы прям просто пушка. Типа Insta интегрировать в Telegram, например. Было бы, я думаю, здорово. Поэтому у Telegram есть еще и еще куда, в принципе, расти. Власти Москвы призвали не размещать QR-кода на билбордах. Я просто рад этой новости, потому что я вот сколько занимаюсь дизайном, а я занимаюсь дизайном, наверное, лет 15 уже или больше 15 лет. И я никогда не понимал на черта размещать QR-код на билбордах. То есть билборды – это тот вид рекламы, который ставится рядом с дорогой, где автомобилисты такие едут, едут, едут. О, увидел рекламу и такой типа, ага. И тут, когда размещается QR-код на какой-то рекламе, это что должен сделать автомобилист? Вот просто мне объясните, что должен делать автомобилист в этот момент. Типа я еду такой по трассе. О, QR-код. А остановлюсь-ка я, просканирую, достану телефон, включу камеру, просканирую, перейду по ссылке и что-то там сделаю. Да, типа, что, я передумал куда-то ехать? Ну, как эта механика всегда работает у тех, кто ставит такую задачу? Сделать билборд и на него разместить QR-код. У меня в голове это ни черта никогда не укладывалось. Я не понимаю этой механики. В моей голове использование QR-кода на сегодняшний день самое крутое – это в том случае, когда вы пробиваете какой-то товар на кассе. И то там не QR-код, а там штрих-код. Хотя сейчас размещается, по сути, QR-код на бутылках с водой. Но вот это вот самый крутой и оптимальный вариант, когда используется какой-то штрих-код либо QR-код. Потому что это тупо ускоряет процесс. Поднесли, пикнули, унесли. Поднесли, пикнули, унесли. Вот это круто. Не надо выбивать никакие цифры там и так далее. Просто пикнули и все. Но размещать QR-код на билбордах, да и в целом на любой печатной продукции, кроме такой, которую люди читают долго. То есть, например, есть вид печатной рекламной продукции, которую люди целенаправленно берут и долгое время изучают. Это, например, могут быть журналы. Это, например, могут быть каталоги. То есть, механика потребления информации в таких печатных изданиях, она абсолютно не такая же, как на сайте, либо еще на какой-то рекламе, где человек просто посмотрел и пошел дальше. Когда человек берет в руки каталог, либо какой-то журнал, он уже целенаправленно понимает, что он потратит на него там 10, 15, 20, 30 минут своего времени. То есть, он открыл его, он начинает его листать. И да, там можно разместить QR-код с какой-то полезной информацией. И тогда он лаконично перейдет по этому QR-коду, по ссылке там и что-то там будет делать. Это суперкрутая механика, суперпонятная, суперорганичная. Тут я не спорю. Но размещать QR-кода на каких-то местах, где это в целом сложно, я так до сих пор не понимаю. Если вы хотите со мной поспорить, конечно, можете в комментариях написать. И давайте поспорим. Но в целом я против размещения QR-кодов на каких-то билбордах. Всеми нами любимый Магнит, а может кто-то ее, кстати, не любит, но Магнит представил обновленный дизайн магазинов у дома. Первая обновленная точка открылась в Москве. На самом деле всегда интересно наблюдать за тем, как ритейлеры, крупные ритейлеры, да, они вносят какие-то изменения. Причем кардинальные изменения в свои магазины. И почему за этим всегда мне, например, интересно наблюдать? Не потому что мы работаем там с ритейлом, да, по маркетингу, либо по IT, там, и по дизайну. Нет, а в целом интересно наблюдать за ритейлерами с точки зрения потребительского поведения. Потому что я вам открою маленький секрет. Любые изменения в магазине, которые производит ритейлер, они направлены на то, чтобы каким-то образом повлиять на наше с вами поведение. То есть на поведение покупателей. И никогда, никакой ритейлер не будет внедрять что-то просто так. Не будет никогда обновлять что-то просто так. Значит, эти обновления будут способствовать тому, что мы с вами будем проводить больше всего времени в этом магазине. То есть встанем еще больше проводить времени в этом магазине. А если мы проводим времени еще больше, значит, средний чек наших покупок будет увеличиваться. Либо частота нашего возврата в этот магазин будет увеличиваться. Ни по какой другой логике ни один магазин не вводит никакие изменения. Ни один интернет-магазин типа Озона или Буайлдберриса не вводит никакие изменения. Поэтому если вы сидите и думаете, что для вашего удобства что-то улучшили в магните. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, и нет. Все делается для того, чтобы мы с вами больше тратили денег. Это, ну, нормальный капитализм, наверное, это можно назвать. Пантон назвал главным цветом 2024 года персиковый пушок. На самом деле, я никогда не понимал Пантон. То есть я не понимал никогда компанию Пантон, которая такая, типа, а придумаю-ка я цвет года на следующий год. Я вот этого никогда не понимал. То есть я не понимал, из чего формируется цвет будущего года. Ну, типа, главный цвет. Из чего он формируется? Из того, что просто сидит такой кто-то и, типа, персиковый пушок. Да, персиковый пушочек. Пушочек у всех был, пусть. Персиковый. Не виноградный, не апельсиновый. Персиковый. Пушок. Я не понимал никогда. Я мог еще понять механику, когда, например, в конце какого-то года по каким-то аналитическим данным Пантон выбирает такой, типа, слушайте, мы проверили там сто пятьсот различных метрик и поняли, что больше всего цвета на планете был, например, там красный пушок. И тут тогда все складывается. Окей, прикольно. Нахера ты правда эта информация? Непонятно. Тут Пантон выкатил нам цвет. И человек, наверное, пятнадцать мне в личку скинули, типа, вот, на, посмотри, на, посмотри. Как будто я ни хера, ну, не смотрю эти новости. Естественно, я понимаю, что каждый год Пантон выкатывает какой-то цвет. В том году, по-моему, был какой-то лиловый или фиолетовый, что-то такое-то. И то я не понимаю, кто этим пользуется, кто этой информацией пользуется. Я бы еще мог понять, что, например, Пантон выкатывает цвет персиковый пушок, и бац, появились в продаже айфоны с цветом персиковый пушок. Тогда я бы еще понимал вот эту логику. Или там, бац, Самсунг начинает выпускать что-то, телевизор, например, с этим цветом. Или там какой-нибудь Форд начинает машину выпускать с цветом персиковый пушок. Тогда я бы еще понимал, ну, типа, кто пользуется этой информацией. Сейчас единственное, я думаю, люди, которые пользуются этой информацией, это дизайнеры интерьера. Типа, они могут козырять в общении с клиентом той информацией, что типа, а давайте мы вам обои, либо, не знаю, там, какую-то мебель, либо диван сделаем в цвете персиковый пушок. Почему? Да потому что это выкатил Пантон. Вы что, вы не современные? Вы не в тренде? Я думаю, только единственные потребители информации от компании Пантон являются реально дизайнеры интерьера. Ну, окей, возможно, наверное, да. Для всех остальных я понятия не имею, зачем эта информация нужна. Если вы это знаете, пишите в комментариях, давайте пообсуждаем. Страшно, интересно или 3D-реклама с гигантским клоуном из Острова Мечты? Капец, вы видели эту рекламу? Вы видели эту рекламу? Вы не видели эту рекламу. Я видел эту рекламу и просто я могу сказать, алло, вы что там курите? Вы что там употребляете? Для реализации использовались медиафасады на Таганской площади и на Тверском. И на Тверской заставе. То есть, грубо говоря, это реклама нового, как вам сказать-то, аттракциона, в котором есть там клоуны и так далее. И на этой рекламе показан страшный клоун. Страшный просто нафиг клоун. Я, как отец, у которого есть почти уже трехлетняя дочь, могу сказать, что я в жизни никогда не пойду в такой аттракцион, где вот такая вот реклама. Я сам-то чуть не обосрался. Вы думаете, мой ребенок не испугается? Мне на черта туда идти, когда я увидел такую рекламу. То есть, маркетологи, либо пиарщики, либо дизайнеры, которые запускают такую рекламу, ребята, ну, ей-богу, вы скажите мне, зачем вы это делаете? Кроме единственной, может быть, задачи, это вот, чтобы такие, как я, рассказывали об этой рекламе вот вам. Я тогда тут пойму. Но для того, чтобы привлечь какой-то трафик, который проходит и смотрит эту рекламу, и этот трафик пойдет к вам отдавать деньги за билет на этот аттракцион, вы серьезно? Вот такой рекламой? Что с этим миром не так? Почему? ТНТ снимет полнометражный фильм про Букиных. Этой новости я немножко удивился, и на самом деле я бы честно хотел увидеть полнометражный фильм про Букиных, но немножечко с такой лирикой. То есть, не чтобы там все было хи-хи, ха-ха, да, и какой-то такой комедийный формат, а чтобы это было немножечко с грустинкой. Тогда, я думаю, это будет более интересно, тогда, я думаю, это вызовет какой-то ажиотаж у людей, что люди посмотрят на этих героев с абсолютно другой стороны. Это как, знаете, пример с Джокером, да, что вроде как бы веселый-веселый-веселый, а тут бац, выходит фильм, где Джокера показывают не совсем веселым. И здесь тот же самый принцип, что, блин, если бы выйдет какой-то фильм, в котором покажут там Букиных с абсолютно разной стороны, почему там он стал продавцом обуви, почему она там домохозяйка и так далее, так далее, то вот это вот вызовет прям огромную симпатию, на мой взгляд, чем просто переснять и все же вот эти вот хи-хи-хи-ха-ха воткнуть просто в большой метр. Ну, я могу ошибаться и напишите в комментариях, что вы думаете про это. И, конечно, я не мог пройти стороной и не рассказать вам еще раз о том, что вышел трейлер шестой GTA. Шестой, мать его, GTA. И я, возможно, могу сказать, что если вы девушка-женщина, бабушка-дочка чья-то, возможно, да, то есть вы, наверное, не так сильно понимаете эту крутоту новости этой. Но парни, парни, особенно, наверное, моего возраста и помладше, они понимают, что это не просто новость, это бомбезная новость, и мы просто ждем. Просто я вот еще, например, понимаю, что мне нужно еще два года ждать для того, чтобы вышла шестая GTA, которая будет еще круче, судя по трейлеру, и судя по тому, что пишут издатели. Но два года! Два года ждать, пока выйдет GTA 6? Это просто невыносимая мука для всех любителей GTA. Я думаю, вы меня поймете. Но мы ждем. Мы ждем. А с вами был Алексей Калинин с выпуском еженедельных новостей про бренды «Калинин Тудэй». Если вам заходит такой формат, то вы можете что-то написать, например, какие-нибудь комментарии, поставить лайк, а можете поделиться этим роликом у себя в соцсетях. Я буду вам мега признателен. Просто прям обнял бы, да не хочу. Вот. И поэтому, что я могу сказать? Что можете поздравить меня, что такие выпуски, они начались, и я думаю, что они будут, будут каждую неделю выходить. Единственное, только надо подумать, когда мне спать. Но это уже другой вопрос. Главное начать. Главное начать, а там уже посмотрим. Поэтому спасибо за просмотр. На этом у меня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!